Всем привет! Спасибо большое, что находитесь на страницах моего канала. И сегодня будет видео о покупках. Здесь будет декоративная и уходовая косметика. Также я покажу новинки из вещей. Начну я, наверное, с косметики. И первое, что попалось мне под руку, это вот такие вот кремовые тени от Maybelline, которые называются Color Tattoo, широко известные. Широко используемые тени, которые в кремовой консистенции. Maybelline представила эту продукцию как самые стойкие тени, которые могут продержаться у вас на веках практически сутки. Это 24 часа. Само название Color Tattoo предполагает то, что из тени можно использовать как самостоятельно, так и в роли базы под другие тени. Я взяла такие тени в оттенки номер 40. Это матовый оттенок, который отдает в больше такой пепельный цвет. У нас в Киеве этот оттенок был единственным матовым. Изначально мне нужны были эти тени, чтобы замискировать мою тонкую кожу век. Кожа век у меня довольно жирная. Очень часто тени просто скатываются в полоски. Я взяла вот эти вот тени с расчетом того, что я буду их использовать каждый день. Один раз нанесу, и на целый день у меня ничего скатываться не будет. Решила выбрать какой-то более универсальный, скажем так, оттенок, который без шиммера, без блесток, просто такой вот базовый оттенок теней. Но вот, к сожалению, с матовых у нас только такой представленный в магазинах. На ощупь это довольно такая плотная текстура, но она кремовая. Начинает таять под теплом пальчика и отлично переносится на века. При этом нужно очень быстро эти тени растушевать, потому что они быстро схватываются. Дальше вы уже никуда их не сдвинете. Очень пигментированная, хорошо наносится. Я бы не сказала, что этот оттенок подходит для дневного пакияжа. Все-таки он немножко тяжеловат, скажем так. И, по-моему, делают мои глаза значительно меньше. Теперь поговорим о стойкости, об изюминке этих кремовых теней. Честно говоря, я возлагала очень большую надежду на то, что это у меня не скатается. Нанесла я в первый день, я как помню, очень хорошо, в понедельник. То есть утром, перед тем, как я идти на работу, нанесла на все века пальчиком. Ничем не закрепляла, базу под тени, естественно, не использовала. Просто посмотреть, протестировать, будут ли держаться эти тени хотя бы на протяжении всего рабочего дня. Это в среднем от 9 до 12 часов у меня. Какое у меня было удивление, когда я посмотрела через 4 часа в зеркало, что все вот эти вот популярные, суперизвестные тени скатались мне в одну складку. Вот так вот благополучно. За всего 4 часа, а не 24, как указано на упаковке. В общем-то, тени не работают, это не стойкие тени, как базу, естественно, их нельзя использовать, потому что скатаются. Мало того, что они, так и скатают вам весь рисунок, который был сделан рассыпчатыми тенями. Поэтому доверять этой штуке я не рекомендую, потому что скатывается очень безбожно, быстро скатывается. Было очень обидно, потому что я потратила за вот эту вот однушку 100 гривен. И, блин, я думаю, что же мне с ними делать, потому что они скатываются, ну куда я их буду применять, правильно? И решила я, значит, так у меня же свой оттенок волос довольно такой пепельный, я бы сказал, да, немножко похожий. Решила я использовать вот эти вот тени для коррекции формы бровей. И, знаете, они меня полностью устраивают, использую я вот такую вот кисть, которая шла в наборе с картиной, которая DIY по номерам, в общем-то. Она вот такая вот упругенькая, ровно подстриженная. С помощью этого оттенка у меня получаются шикарные, я бы сказала, такие графичные брови. Если хорошенечко растушевать, выйдут натуральные брови. В общем-то, как тени, однозначно не рекомендую эту вещь, потому что скатывается, потому что очень узкая линейка цветов. У нас практически нечего выбирать, там или кричащий золотой, или там какой-то бронзовый оттенок, который, ну, в реале, в повседневной жизни вы использовать не будете. Может, один раз на какую-то вечеринку или на Новый год нанесете этот глиттер. Как продукт для бровей, мне полностью устраивает. Похоже немножко на помадку для бровей, такая вот густая, плотненькая текстура. Переходим к следующей покупке тоже марки Maybelline. Это тушь для ресниц Volume Express. Это такая классическая тушь, которая, мне кажется, очень давно Maybelline появилась. Они всегда где-то там лежат внизу стенда, потому что это далеко не новинка. Это самые классические их туши. Еще первая с такими вот обычными классическими борсистыми кисточками. Здесь написано, что это тушь для объема. Честно говоря, пока никакого результата я от нее не увидела. Самая стандартная обычная тушь. Абсолютно ничего не делает, не растекается и уже хорошо, не осыпается уже неплохо. В общем-то, самая стандартная тушь, которую можно использовать для каждодневного макияжа, если нужно быстро прокрасить ресницы. Единственное, что интересно, эту тушь очень легко наслаивать. Можно сделать около четырех слоев, и действительно ресницы не будут перегружены и не будут опускаться. Наслаивать ее, прокрашивать каждую ресничку можно. Нижние ресницы не очень удобно прокрашивать, потому что кисточка довольно крупная, может отпечатываться на верхнем веке. Чтобы сделать такой лифтинг-эффект, нужно прокрасить этой тушью ресницы в два-три слоя, потом дать около минут-три высохнуть, и взять пальцами или карандашом немножко их приподнять, как будто вручную. Вот так только ресницы фиксируются на месте, действительно придается вот такой вот изгиб. В общем-то, ожидать какого-то вау-эффекта от этой туши, думаю, не стоит. Дальше переходим к косметике уходовой. У меня уже по традиции вторая банка вентилярной воды от Гарния. Это закончилось, купила еще одну миллион раз об этом говорила, что классная штука. И еще раз повторю, хорошо работает. Это моя, по-моему, уже третья или четвертая бутылка. Как-то я зашла в аптеку, и мне приглянулся вот такой вот продукт. Это тоник для лица Доктор Санте. Это их линия 0%, там где в составе нет парабенов, красителей, пропиренгликоля и от душек. Это гипоаллергенный продукт с экстрактом женьшеня и граната для всех типов кожи. По консистенции вот такая водичка, действительно без запаха цвета. Вот такая вот, ну в принципе, никакая водичка, скажем так сразу. В общем-то, как я смываю макияж. Сначала ватным диском смываю глаза с помощью мецеллярной воды. Потом еще одним ватным диском прохожусь тоником по лицу. Я бы не сказала, что снимают супер-пупер классно все загрязнения. Дает такое вот легкое тонизирование кожи. И такое вот ощущение, как будто вы нанесли на кожу лица термальную воду. Оно вроде бы как освежает, вроде бы как тонизирует кожу. Но ничего там сверхъестественного этот тоник особо для лица не делает. Радует то, что в составе на втором месте после воды есть сок листьев алоэ вера. Довольно приятный состав. Мне кажется, для ежедневного применения довольно-таки прикольная штука. Полоски для носа. Мой must-have, который, мне кажется, должен быть постоянный. У меня в тщащике. Потому что вот эти вот очищающие полоски для носа действительно работают. Использую буквально одну полосочку в две недели. Действительно помогает очистить нос от пор. Я использую иногда на подбородок, на лоб. Вот где у меня локализуются больше всего расширенные поры. Черная точка убирает. Не стопроцентно, но часть, наверное, так третью можно заметить уже на самой полоске. Тоже показывала в своих видео, как это все работает. Вам советую. Стоит недорого. Но действительно штука работает. Недавно купила себе вот такой вот еще расчес. Можно делать не только проборы острым кончиком, но и делать начесы, которые, в принципе, для моих тонких волос очень даже нужны. Потому что чего-вчего, а объема у меня все время не хватает волосам. Дальше переходим к покупкам вещей. И по традиции одна вещь уже на мне. Это вот такая вот простенькая майка с цветным карманчиком. Она довольно длинная. С хбшного тонкого материала. Покупала ее в Костине. Стоила сущие копейки 99 гривен. В принципе, как она выглядит, так она и стоит. Очень простая. Не знаю, что здесь разбавляет вот эту вот немножко пижамную фактуру ткани. Это вот такой вот яркий кармашек. В том же осени я купила вот такую вот маечку буквально сегодня. Это вискоза. Очень приятные тонкие материалы. Сверху вот такая вот вискозорная вставочка. Сзади маленький вылез. Видите, еще с книжечкой и с ценой. Сто девяносто девять гривен. Приятная невесомая фактура ткани. И сзади вот такая вот красивенькая золотая пукавичка. Подойдет под любые цветные штаны. Голубые штаны-джинсы. И последней в моем коллекции вещей появились вот такие вот штаны Тире Капри. Которые с таким вот подкатанным низом. Они шли в наборе с узеньким таким темно-селеным ремешком. Все, как всегда, еще с вирками. И 399 гривен от G-магазин. Очень такие классические, красивенькие штаны, которые показывают щиколотку. Очень красиво выглядит на танкетке. Мне кажется, такие штаники отлично будут на какой-то выход, на мероприятие. Цвет вот такой вот красивый, насыщенный, коралловый. Ткань хлопковая, приятная к телу и довольно тонкая. Здесь высокая посадка, то есть они высокие, но смотрятся очень элегантно и красиво подчеркивают любую фигуру. На этом все. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте пальчик вверх. Внизу под видео, мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы видеть больше интересных видео. Всех целую. И пока.